Добрый день! Если кто-то помнит, когда-то не так давно у меня на канале был анбоксинг вот этой вот головоломки Deformed, Centrosphere, какие-то длинные умные слова от компании Limcube. Изначально собирать не стал, на самом видео думал что-то хитрое, что-то интересное, но потом перемешал и выяснил, что это обычный кубик 3х3. Просто вот такой вот корявой формы, без всяких дополнений, просто трешка. Как-то погрустнело, но незадолго до этого я зачем-то купил еще один. Упаковочка, вот такой вот пакетик с надписью Toys, что-то там. Короче, обычная палатка, которая копирует эту головоломку, совсем копирует, но стоит раза в три дешевле. Давайте сравним. Что же поменялось? Этот от компании Limcube, это от компании Палатка. Ну, первое. Компании Limcube здесь было на вот этих вот элементах пластик глянцевый, а внутри матовый. И были вот такие вот ребрышки, за которые можно было зацепляться пальцем, чтобы вращать средний слой. Здесь везде пластик одинаковый. Какой-то он средней матовости. средней матовости. Но зато рельефные элементы на всех внутренних поверхностях здесь есть. Да, и что сразу мне бросается в глаза, когда собирал от Limcube, это раздражало. Здесь неправильная расцветка. Белый, зеленый, то есть здесь должен быть оранжевый, а тут розовый. Оранжевый наоборот. Ну и все на этом. То есть розовый и оранжевый не на своих местах. У нашей же палатки такой проблемы нет. Тут все хорошо. Это обычная, обычная, самая обычная трешка. Давайте перемешаем, сравним вращение. Хорошо вращается. По-моему, вращается даже лучше, чем от компании Limcube. А, здесь, кстати, есть тоже вот эти вот ребрышки. За них можно вращать. То есть, получается, у Limcube были только ребрышки, вот эти вот. А здесь и ребра, и рельефные элементы с бортиками или с рюшками. Я изначально, когда впервые взял подобную головоломку в руки, собрал ее как два на два, и потом какими-то методами пытался собрать внутренние элементы. Ну, как бы, те, кто занимаются блайндом, лучше бы справились с подобной задачей. Но я был не настолько способен. И чуть позже только до меня дошло, что это обычная трешка. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас ребро бело-оранжевое. Вот у нас бело-синее ребро. Дальше. Вот оно бело-красное где-то только что было. Вот бело-красное и бело-зеленое. То есть, вот так вот выглядит правильный крест на этой головоломке. Дальше. Дальше. Ну, находим пары какие-нибудь. Ну, к примеру, вот. Зелено-оранжевое. Да? Вот эти два элемента составляют пару. Делаем трехходовку. И, надеже, пара у нас собирается. Ищем дальше. Зелено-красное. Ну, вот оно хорошо стоит. Так. Две пары. Так, синий-красный здесь как-то глубоко. Сначала поставим синий-оранжевый и потом синий. Так. Средний слой пусть на месте стоит. Вот так. Как бы просто неудобно крутить. А так та же самая трешка. Здесь вот мягкий знак, который я делаю через левую руку. Сейчас попробуем это изобразить. Так, так. Ну, здесь двойные слои крутить не очень удобно. Ну, OLL собран. Смотрим, что у нас тут вышло. Тяжело ориентироваться. Но все подозрения на то, что это терминатор. Да. Это терминатор. Главное теперь не ошибиться в медленном исполнении. Да. А вот и все. Вот и вся головоломка. То есть обычная трешка. шерминатор. Дальше, честно скажу. Ну, как по мне, вот эта палатка вращается лучше, чем от компании LEMHOOT. Возможно, здесь немного поблагороднее исполнение. То есть и глянцевый, и матовый. Здесь этого нет. Но для обычного шейпмода трешки без всяких дополнительных сложностей, это, наверное, не так еще важно. Главное для того, чтобы стоять на полочке, напугать знакомых. Ну, не знаю. То есть покупать LEMHOOT долларов там за 12-15, ну, наверное, жалко. А доллара за 3-4, вот эту палатку, которая ничуть не уступает, вполне, вполне разумно. Вот такая головоломка. Ну, если хотите чего-то сверхъестественного, то это не оно. Обычный шейпмод трешки. Обычный 3х3. Ничего из основного не увидите. Чисто визуал. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.